Всем привет! Следующее растение, которое я вам покажу, это Маниерара Джамбо Дилайт. Предполагаемое цветение либо вот такое светлое с красным, либо темное. Это поставщик дает нам такие варианты цветения. Каким оно будет, пока не знаю. Вот так выглядело растение в 2019, извините, 2020, в сентябре. Но до этого, буквально весной, оно было просто с мизинец, если не меньше. Я его отсоединила от взрослого растения, так как материнское растение начало гнить. Сейчас вы видите последствия некоторые есть на этом маленьком растении, но, слава богу, оно выжило и продолжило свой рост. Посадила его в чистый мох и периодически его приподнимала, потому как оно все время уклонилась вниз. Итак, растение было вот таким в сентябре 2020, а на сегодняшний день оно уже выглядит совсем иначе. Листья практически потеряны. Вы можете видеть, есть один листик еще. Это все то же самое растение, но уже пересаженное. Получено когда-то было от польского продавца. Манейрара Джамба Дилайт. Сейчас я его выращиваю в корзинке. Там внутри есть все тот же мох, в котором она была. Ну и по краям, вот таким образом, большими или средними кусочками коры с пенопластом, в перемешку я ее вот так усадила. И вот она проснулась где-то в начале февраля. Вчера буквально листик один я уже сняла. Вот сейчас еще один пожелтевший листик будет снят. Ну и сейчас она выглядит вот таким образом. Вы можете видеть разницу. Было совсем маленькое растение в сентябре и уже сейчас у нас в марте оно выросло. Дала прирост в одну вот такую небольшую пока бульбочку. Гришки активно растущие. Здесь у нас шестерка корзиночка. Очень хорошенькие корзинки. Они, кстати, мне очень нравятся. Я не жалею, что я их купила. У меня их еще много. Буду пересаживать периодически, постепенно даже можно сказать те растения, которые требуют именно такую воздушную посадку. Ну и вот сам росток. Очень много нектара на нем, вы можете видеть. Я его потом, конечно же, убираю. Никогда не оставляю практически, потому что я знаю, что он притягивает к себе всяких насекомых. И если даже их нет, я надеюсь, что их все-таки нет у меня в коллекции, значит все растение будет хорошо. Но если его протирать, я заметила также, растение лучше себя чувствует. Листья лучше раскрываются. Ну и, конечно же, все остальное с ним происходит быстрее. То есть, оно как будто ощущает какие-то атмосферные изменения. Итак, корни вот такие большие уже, углубляются в субстрат. Но хочу сказать, что я все время его поливала. Раз в неделю, замачиванием я ему давала попить. Красивые капельки такие интересные. Я после видеосъемки сняла все это для того, чтобы растению было полегче все-таки. Думаю, очень тепло. Отопление еще не отключили у нас, поэтому надо немножко давать прохладу. Хотя бы таким образом, протиранием листиков. Итак, полив у меня растения, я забыла сказать, раз в неделю. Там в посадке есть осмокот. Вот этот красавец цвел у меня в прошлом году двумя цветоносами. До этого было еще цветение два раза по одному цветоносу. Ну а сейчас вы видите, вот так выглядели бульбочки предыдущие и с какими он ко мне был получен, так сказать. Три небольших растения, три небольшие бульбочки были у него с самого начала. На сегодняшний день у нас есть прирост, причем не маленький, а очень даже большой. Вот эта бульба у меня цвела. Корни от нового уже оплетают полностью, я вижу, как вазон, так и саму бульбу. Кстати, очень интересно заметила, что если сама бульбочка растет чуть выше поверхности, то у нее корни обязательно идут вокруг, как будто обхватывают полностью основание. Ну и вот новенький наш прирост, который сейчас пока что наращивает свою мощь. Листья уже очень длинные, высокие и даже не помещаются у меня. Они теперь опираются у меня в потолок, и мне придется, наверное, искать ей другое место. Но я повесила ее поближе к солнцу для того, чтобы было больше яркого света. Вот один единственный листик остался у нее на предыдущей бульбе, остальные она сбросила. Здесь у нас тоже поблюскивание. Вы можете видеть, это также нектар, который присутствует в данном растении. Его, кстати, очень много именно в период активного роста я заметила. Я, конечно, все время просматриваю, чтобы не было вредителей, но это не вредители уже знаю наверняка. Это у нас красавец Orchid Blade Firestone. Я название показала, но, кажется, его не сказала. Растение ароматное, как оказалось. Правда, первые два цветения у нас было без аромата. Ну и листики чистенькие, красивые, меня устраивают. Кукуруза есть кукуруза. Как бы смешно это ни звучало. Посажено в корзинку, как вы можете видеть сейчас. Там смешанный субстрат, есть кора, но очень мало ее там. Растение растет, развивается. Конечно же, это радует. Ну и подождем, посмотрим, как же процветет данный прирост в этом году. Я сейчас вам покажу, как она свела первым своим цветением. Все-таки интересно посмотреть, какое оно было. И удобрение, кстати, Осмокот добавлено снова по весне. То есть оно там будет на 6 месяцев. Итак, вот такое красивое было цветение у нас самое-самое первое два года назад. Интересные цветочки. Мне они очень понравились, поэтому это растение осталось у меня в коллекции. И то, что оно стало ароматным, конечно же, меня удивило. Потому что я, на самом деле, не знала, будет аромат или нет. Ну вот, еще одна порция красоты для вашего внимания. Большое спасибо всем за просмотр, за комментарии. Задавайте свои вопросы, если они есть. Подписывайтесь на мой канал. Возможно, вы найдете что-то интересное, если загляните ко мне в плейлисты. Ну а я всегда рада видеть вас на своем канале. Всем пока-пока, крепкого здоровья и удачи, успехов в выращивании ваших любимых растений.